Ярик Штидов рассказал какие-то интересные вещи о суммах произведений и, это было очень важное для него такая лимба, о инциденциях, о прямых, о точках, о том, сколько может быть фактов, типа прямая, проходит через точку для данного количества точек и для данного количества. Давайте я напомню этот результат следующим образом. Вот представьте себе, что у нас есть система координат и числа 1, 2, 3 и так далее, а здесь есть числа 1, 2 и так далее, 2n2. То есть рассматриваем всевозможные такие вот пары, где а пробегает значение от 1 до n и b пробегает значение от 1 до 2n2. Сколько всего от 1, 2? Сколько всего от точки? Понятно. Сколько? n умножить на 2n2. Рассмотрим теперь всевозможные прямые, которые заданы такими формулами kx плюс b. Давайте договоримся, что число k пробегает значение от 1 до n, а число b пробегает значение от 1 до n2. Сколько таких применений? Потому что это n умножить на 2n2. Итак, точек 2n2, а прямых n. Сколько будет тех самых инциденций, о которых говорил уж к лету. На начале того, у человека, который не был на лекции, напоминаю, инциденция. Здесь 2 инциденции, потому что через эту точку проходят 2 прямые. Вот через эту точку проходят 2 прямые, 2 прямые, 2, 2. Всего 8. Всего 8. Напомню, у него был такой пример, если на некоторой прямой лежит много точек, то в таком случае инциденций ровно столько, сколько точек. То есть в данном случае 6 точек. Или наоборот, через какую-то точку проходит несколько прямых, скажем, то тогда это количество прямых. То есть инциденции мы называем такой факт. Прямая проходит через точку. И подсчитываем количество всевозможных таких фактов по всей конфигурации. Так вот, точек 2n2, прямых n в кубе, а инциденций сколько? Смотрите, ребята. Если я в качестве x в эту формулу вставляю любое число от 1 до n, то я здесь получаю число не больше, чем n2. n2 здесь тоже не больше, чем n2, не больше, чем 2n2. То есть на каждой такой прямой лежит ровно n точек. Значит, инциденций будет n умножить на количество прямых. То есть n в четвертой прямой. Замечательно. У него там была такая формула. Если мы берем количество точек, умножаем на количество прямых, возводим в степень 2 третих. Ну, то есть извлекаем кубичный корень из квадратов, перемножаем. Прибавляем к этому количество прямых. Прибавляем к этому количество точек, да? p в качестве точек и это количество прямых. Вот он доказывал, что количество инциденций не больше такого числа. Правда, не совсем такого числа. У него, помните, была четверка. Ребят, нас сегодня и так интересует вот эта вот константа. Поэтому давайте просто запишем теорему, которую мы хотим доказать, в таком виде. Для любой системы точек и для любой системы прямых верно такое неравенство. Вот я здесь число 4 беру и заменю его на какое-нибудь число c. Где c некоторое фиксированное положительное число. В принципе, можно это число c будет найти явным образом. Но сейчас ему присутствует, никакого интереса нет, потому что не в нем дело. А дело в том, что вот эти вот степени. Так, давайте посмотрим, почему действительно вот здесь 2 3 и 2 3 это очень здорово. Да потому что, когда вы перемножите b и l, вы получите 2n в 6 степени. Возведете это в степени 2 3 и вы получите как раз, ну, с некоторой константой n в 4 степени. А это есть то самое наше число n в 4. Я сейчас, вот рассмотрев этот пример, объяснил, почему выражение в степени 2 3 и степени 2 3 действительно является в этой теореме важным. Почему вот эти вот числа нельзя заменить на меньшее? Если вы вместо 2 3 напишете любое меньшее число, то сразу теоремка перестанет быть верхней, потому что этот пример очень не о нем ведет. Теперь, вы мне можете разразить, а зачем я это все говорю? Если Шкредов у тебя его доказал. На самом деле он ее доказал. Потому что он ее доказал только для особой системы точек. Если вы помните, у него точки были декартовым произведением. Что такое декартово произведение? Это когда на оси абсцисс выбрано несколько точек, на оси ординат выбрано несколько точек. А множество точек, о которых мы говорим, это все точки, у которых абсцисс вот такие, и ординаты тоже такие. То есть, если здесь у нас x точек, здесь y точек, то вот эти будут в точности x, y. И тебе понятно? Да. Что такое декартово произведение, да? Вот так. И его доказательства принципиально нельзя было для других систем точек сказать. Почему? Потому что он занимался разбиением этих туч на такие блоки более-менее пороху. Здесь тоже на блоке более-менее пороху. Дальше что-то такое дело с каждым блоком. Это было замечательно, это было все правильно, все хорошо, но это решение работает только для декартово произведения. Моя цель сейчас доказать эту теорему в общем случае, то есть для любой системы точек и прямых на плоскости. Если вы подсчитаете количество инциденций, то, ну естественно, с некоторым единым числом, в общем, для всех-всех-всех систем, всех точек и всех прямых, будет верно вот такое неравенство. Количество точек разводится в степени две трети, то есть кубичная полица квадрата. Количество прямых тоже самое. Перемножаем, прибавляем к этому количество прямых, прибавляем количество точек. Напоминаю, почему нельзя обойтись без этих слагаемых, потому что есть упражнительные системы. Когда одна прямая и на ней много точек, тогда нужна вот эта слагаемая. Когда через точку проходит много прямых, нужно вот эта слагаемая. Ну, более-менее общий случай обслуживается вот этим слагаемым. И здесь вот такой вот есть.